Земельные вопросы сегодня на внеочередной сессии обсуждали и городские депутаты. Они изменили арендные ставки на участки в областном центре. Можно предположить, что на это их сподвигла критика, прозвучавшая из Белого дома. Областные власти крайне недовольны доходами бюджета от использования арендованных площадей. Мэрию Владимира в последнее время все чаще критикуют за неэффективное использование земли. Проверка прокуратуры, счетные палаты пестрит замечаниями о незаконном выделении участков и потере бюджета. Не далее, как в пятницу Елена Базанько, директор регионального департамента имущественных и земельных отношений, снова отчитывала чиновников из Оранжевого дома. По взысканию задолженностей по аренде земельных участков. Город опять же Владимир. По Игротеку. Договор закончился. Почему не начисляете пеню? Только по одному договору бюджет потерял 5 миллионов рублей. Что, бюджет профицитный? И сегодня городские депутаты изменили коэффициент арендной платы. Она повысится в два раза для тех, кто нарушил сроки строительства малоэтажных жилых объектов. А вот для производственных зданий, стоящих на арендованной земле, коэффициент вырос с 1,55 до 2. Они вступают с 1 апреля. То есть сегодня заканчивается первый квартал. Собственно, мы сегодня намерены опубликовать данное решение на сайте. Обнародовать его. Это означает, что решение вступает с 2 квартала текущего года. По мнению Сергея Сахаров, среднем арендная плата для предпринимателей вырастет на 12%. Останется только собрать эти средства в бюджет. Вот только, как считают в Белом доме, муниципалитеты не всегда это делают успешно.